МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Кто не спрятался, я не виноват. Но в Чебоксарске неизвестные открыли стрельбу одного из ночных клубов. Что посеяли и что пожнут? Какой урожай ожидают в южных районах республики? Это жжжж неспроста. Наша съемочная группа побывала на медосборе в селе Тарханы. Сегодня Михаил Игнатьев рабочий день провел в Красноармейском районе. Глава Чувашии интересовался подготовкой школ к новому учебному году, работой сельхозпредприятий и строительством ферм. Общеобразовательная школа в Чудокосах в полуаварийном состоянии. На стенах плесень, деревянные полы старые. В таких условиях учатся дети. Правда, их мало. 5-6 в каждом классе. В этом же здании расположен детский сад. А ясли нет. Глава республики был возмущен тем, что средства на ремонт выделяются, а работы не ведутся. Подробнее о том, какие еще темы затронул Михаил Игнатьев в Красноармейском районе, смотрите в нашем завтрашнем выпуске. Михаил Игнатьев решил проинспектировать муниципалитет республики. В Новочебоксарске глава Чувашии решил отступить от предложенной программы. Заходил в аптеки, общался с жителями города на остановках и даже ждал автобус на автовокзале. Вечером того же дня состоялся принципиальный разговор, во время которого глава подвел итоги. Михаил Игнатьев отметил, что жители жалуются на недоработку муниципалитета. Плохие дороги, отсутствие детских площадок и парковок, плохую работу, скорой помощи, свободную продажу в аптеках фанфуриков. Михаил Игнатьев отметил, что неухоженные деревья, газонные клумбы, неубранный мусор, безобразное состояние мусорных контейнеров не прибавляют горожанам оптимизма. Градские дворы оставляют впечатление запущенной территории, хотя на Вочебоксарску выделено 275 миллионов рублей. Отдачи не видно, отметил глава Чувашии. Проблемой для города по-прежнему остается деятельность управляющей компанией НАВЭК. Жители по-прежнему получают двойные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг от этой управляющей компании. ИТГК-5 заключил Михаил Игнатьев. Ну а проблемы сельского хозяйства Михаил Игнатьев изучал в субботу. Большинство районов Чувашии приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Страда набирает обороты. По данным Министерства сельского хозяйства, в республике скошено более 3000 гектаров. Глава региона в эти выходные отправился с инспекции на поля южных районов. Какой урожай рассчитывают собрать аграрий в этом году? Как отразится на нем засуху, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В южных районах республики аграрии засучили рукава. На этом поле, вблизи села Яльчики, уборочная страда в самом разгаре. Комбайны здесь работают не только в будни, но и в выходные. Сейчас труженикам села уж точно не до отдыха. Пока на небе не облако, необходимо ускорить темпы. Только так возможно получить хороший урожай. В сельхозкооперативе «Комбайн» к работам приступила по-настоящему профессиональная команда и современная техника. Комбайновый парк готов. Механизаторы закреплены. Опытные механизаторы. Среди них есть у нас заслуженный механизатор. В настоящее время у нас идет уже скашивание волки озимых культур. Это озимые пшеницы, озимые ржи. Правда, прогнозы на будущий урожай все делают с осторожностью. Зазуха не обошла стороной южные районы и в этом году. Каждое хозяйство сейчас отчитывается о потерях. Дефицит дождей весной и первой декаде лета сказался на яровых и озимых культурах. Выигрывают те, кто успел посеять раньше и сделал ставку на элитные семена. А вот урожай второго хлеба в республике должны собрать больше, чем в прошлом году. Погода сейчас благоволит картофелеводам. Дожди прошли. Как раз цветение уже проходит на полях картофеля. Тем самым, я думаю, мы больше должны взять картофель в прошлом году, чем было в 2013. Потому что во время уборки потеряли одну треть часть урожая. Постоянно были дожди. Поэтому все надо посчитать уже по факту уборки урожая. Это все прогнозы с точки зрения биологического урожая. Но настроение руководителя, хозяй, самое главное, такое боевое. С кормами в этом году тоже не должно возникнуть проблем. Сейчас на полях подготавливают почву под сев озимых культуры, заготавливают корма. Их дефицита в этом году никто не должен испытать. Агрария и чуваши уже успели заполнить амбары до отказа сеножом. Но во многих хозяйствах этой весной сделали ставку не только на сено и силос. В этом году увеличили площади под посевом кукурузы до 7 тысяч на силос заготовлено. И поэтому это еще даст большой объем. На то, чтобы поддержать агрария в республике, в этом году из бюджета выделяют более 2 миллиардов рублей. Причем половина этой суммы уже поступила на счета хозяйств. Цена за один литр молока крестьян пока тоже устраивает. На предприятии «Победа» только в прошлом году от его продажи получили около 10 миллионов рублей. Но хотелось бы больше. Конечно, молоко, если дороже, намного еще чуть-чуть дороже было бы, вообще прекрасно было бы. Потому что сейчас расходы очень большие, топливо очень дорогое, техника закупать тоже очень дорогие техники. Но все же, отмечают аграрии, работать на селе становится выгодно. Сельхозпроизводители это чувствуют и реализуют крупные проекты. Главе республики показали открытый после реконструкции молочно-товарный комплекс. Еще недавно это была ветхая заброшенная ферма, а теперь здесь установлено современное оборудование. В этом хозяйстве содержит почти 400 коров. Но теперь появились возможности увеличить поголовье. Михаил Игнатьев отметил, именно таким предприятием государство будет оказывать всяческую поддержку. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Почему привозные товары на полках наших магазинов зачастую дешевле местных? Как устроились в республике беженцы из Украины? И кто виноват в срыве контрактов в сфере госзакупок? Таким насыщенным было еженедельное совещание правительства. Правительство приглашает вашим. В понедельник, как известно, день тяжелый. И первый вопрос в повестке совещания настроение участникам явно не улучшил. Речь о госзакупках и госзаказах. В этой сфере, кроме законов рыночных, действуют еще принятые федеральные. И соблюдать их хотят не все. В первом полугодии текущего года проведено 435 проверок, в том числе 11 плановых и 424 внеплановых. Всего было возбуждено 9 дел об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму 29 тысяч рублей. Штрафы исчисляются тысячами, а вот объемы госзакупок – миллиардами. За первое полугодие это более 2 миллиардов рублей. И особое внимание уделяют закупкам продуктов для питания дошкольников. Нарушения выявили в Шумерле, Баттеровском и Мариинско-Пасадском районах. Главная цель контролирующих органов – проследить, чтобы контракты заключались на конкурсной основе с теми, кто предложит лучшее сочетание цена-качество и бюджетные деньги расходовались эффективно. Впрочем, иногда эффективность зашкаливает. То есть поставщик продукцию предлагает слишком дешево, что тоже вызывает подозрения. При закупке овощной продукции бюджетная эффективность достигла до 40,7% и голедяной первой категории до 45%. Возникает, конечно, вопрос о качестве таких продуктов. Хотели как лучше, а получилось как получилось. Бывает, что победитель торгов срывает сроки, а то и вовсе исполнение контракта. С таковыми приходится судиться. Нередко безрезультатно. Один из ярких примеров – полигон ТБО в Новочебоксарске, за который взялась уже печально известная компания «Парнас». Мои помощники по правоохранительной деятельности спят на ходу, значит, контрольное управление спит. Министерства, которые отслеживают, спят. А администрации города Новочебоксарск ничего не делают. А у «Парнаса» скоро ничего не будет на него, значит. Миллионы с долгами. Там садик не вел, в другом месте садик не вел. Соответственно, на меня наезжали, что я необоснованно прессую или оказываю давление на эту компанию «Парнас». Вот, пожалуйста, факты. Кошелька государственного перешли к кошелькам рядовых потребителей. Глава республики отметил, на полках наших магазинов можно встретить охлажденное мясо птицы из соседних регионов, которое стоит дешевле местной продукции. И, судя по всему, неспроста. Сегодня гостовская птица охлажденная, она по цене равная. Вы представьте, возить оттуда, сколько километров? Это логистики, это расходы, плюс ниже Новгород, оттуда еще 250 километров. А потом, оказывается, продажа дешевле, чем наша птица. С чего? В рыночной экономике всего меньше, я думаю, или, по крайней мере, полагаю, дешевле из-за того, что срок просрочен. Переставили даты изготовления и все остальное, и выбросили на рынок. Итак, представители Минэкономразвития, Госслужбы по конкурентной политике, Роспотребнадзор и других профильных ведомств получили пищу для размышлений. Тем временем, министр здравоохранения и социального развития отчиталось, как в республике принимают тех, кто бежал от войны. 19 числа, в субботу, к нам прибыла новая группа в количестве 21 человека, в том числе пятеро детей. Значит, все они размещены на сегодня в гостинице курортная. Вчера и позавчера с ними полностью проведены все мероприятия по медицинскому обследованию. Вчера работала миграционная служба. Все эти люди, отметил министр, прибыли уже по приглашению работодателя, так что проблем с трудоустройством в данном случае не возникнет. Минувшие выходные стали жаркими. Увы, не в плане погоды. Так буквально в пепел превратил пожар на дворной постройке в одном из дворов села Новый Шемкус и Яльчиковского района. По предварительной версии, причиной стало неправильное устройство банной печи. 20 июля сгорел жилой дом в деревне Новые Выселки Красноармейского района. Огонь заполыхал из-за непотушенной сигареты. В обоих случаях обошлось без жертв. Однако с начала года в огне погибли 55 человек. Еще одна опасность, как никогда актуальная летом, водоемы. О том, как избежать несчастных случаев на воде. Специалисты говорят, с начала теплого времени года. Но приходится напоминать. Снова и снова. Лето только шагнуло за середину. Да и погода в республике к купанию совсем не располагает. Тем не менее, за летние месяцы в Чувашии уже утонул 21 человек. Из них семеро детей. Основными причинами, как и в предыдущие годы, остается купание в необорудованных местах. Все 21 человек, которые мы в этом году потеряли, они у нас погибли в необорудованных местах. Купание в состоянии алкогольного опьянения – 13 человек. Был случай, когда под градусом отдыхающие решили переплыть в Волгу. Данную затею вовремя пресекли спасатели. Но основной причиной гибели детей на воде специалисты называют банальный недосмотр со стороны взрослых. Один из последних примеров – гибель 15 июля в Чебоксарском районе 4-летнего мальчика. И еще одно происшествие выходных. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Новочебоксарске возле ночного клуба «Президент». Погибших нет, пострадавшие доставлены в больницу. Подробнее в следующем сюжете. Ранним утром в прошлое воскресенье здесь раздались неоднократные выстрелы. Неизвестные молодые люди открыли стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего пострадало четверо молодых парней. После этого злоумышленники скрыли с места преступления. У входа в ночной клуб остались даже следы от пуль. В настоящее время установлено, что автомашина, на которую подъехали злоумышленники, была без государственных регистрационных знаков. На месте происшествия были обнаружены четыре пыжа, что свидетельствует о том, что вероятнее всего стрельба велась из охотничьего оружия. Эти пыжи в настоящее время направлены на судебно-баллистическую экспертизу. С целью установления тяжести вреда, причиненного пострадавшим, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в цель установления объективной картины произошедшего, назначена и судебно-генетическая экспертиза. По словам Олега Дмитриева, двое из пострадавших сейчас находятся в реанимации. Состояние двоих других не вызывает опасений. Мотивы преступления пока еще неизвестны. Сейчас следственные органы изучают видео с камер наблюдения, расположенных рядом с клубом. Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Республика. По информации на этот час, двое пострадавших по-прежнему в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Подробно о состоянии раненых мы расскажем завтра. В каком состоянии находятся дороги в России, выясняют участники экспедиции, организованной Общероссийским народным фронтом. Экспедиция стартовала из Владивостока. По автотрассам нашей страны из региона в регион переезжают участники автопробега. В Чебоксарах экспедиция протестировала участок дороги на проспекте Ивана Яковлева. Активисты движения «Убитые дороги России» и специалисты госкорпорации «Росатом» используют для тестирования участка дорожного полотна сканер дорожного покрытия, инновационную георадарную установку «Кондор» и платнометр. Как пояснили участники автопробега, с помощью новой установки возможно сделать детальное диагностирование участка дороги. Измерение происходит следующим образом. Мы подаем питание на рентгеновский плотномер георадар, монтированный в кузове автомобиля. Установка движется, мы находимся с ноутбуками внутри салона. Данные с рентгеновского плотномера георадар обрабатываются электроникой, по проводам поступает на экраны наших ноутбуков. Прибор позволяет в режиме реального времени осуществлять непрерывную диагностику дорожного покрытия по плотности и коэффициенту уплотнения. Установка дает возможность получить информацию по каждому метру дороги. В Чебоксарах участники экспедиции не озвучили итоги тестирования. Результаты будут собраны в отчет, который будет положен на стол руководства страны. По итогам автопробега планируется создать документальный фильм «Обыкновенная Россия» о повседневной жизни страны. Должник встретимся в аэропорту. Именно там с начала курортного сезона судебные приставы исполнителей проводят рейды. Перед вылетом в Анталию пассажиры проходили проверку на наличие долгов. 200 пассажиров улетали из Чебоксарского аэропорта. Судебные приставы выявили 6 должников, у которых имелись неоплаченные квитанции. Страх перед испорченным отпуском заставил всех рассчитаться на месте. По итогам первого полугодия 2014 года судебные приставы вынесли почти 3,5 тысячи постановлений на ограничение выезда за границу. Общий долг порядка полутора миллиардов. В Батревском районе подвели итоги Кокелевского международного пленера. В селе Тархана в этом году собрались художники из семи российских регионов. К примеру, одна из участниц приехала в Чувашию из Симферополя. Картины от мастеров кисти и юных дарований с трудом разместились в спортивном зале школы. В этом году участники пленера поработали на славу. На холстах узнаваемые всеми места и не только. Алатрская колокольня у улицы села Тарханы. Пчелиная пасека, которую художники запечатлели в одном из дворов. Отдельная тема этого пленера – портреты земляков Алексея Кокеля. А живописцам позировали и бабушки в национальных нарядах, и молодые девушки, и мужчины. Карина Родионова на этом пленере не просто участница, а студентка Чувашского государственного университета родом из этих мест. На протяжении шести лет подряд девушка и сама встречала в Тарханах гостей из разных регионов. Теперь же ее картины встали в один ряд с работами профессионалов. Большинство своих картин девушка рисовала карандашом. Меня больше привлекают портреты, чем живопись. Мне иногда кажется, что я рисую карандашом, и потом же, когда закрашиваю портрет или пейзаж красками, то мне кажется, что я его порчу. Хотела изобразить всех жителей этого села от мала до велика. Мне просто понравилось, как они сидели, общались. Я уже давно заметила, вот бабушек, они каждый вечер выходят и общаются. Мне понравился этот образ, и я решила нарисовать, запечатлеть для истории. Многие из этих работ станут частью передвижной выставки, которая доберется не только до Чебоксар, но и до Казани, и даже Москвы. Разместят их в экспозиции художественного музея имени Алексея Кокеля. Хотя шедевры участников прошлых пленеров стали по-настоящему востребованы. Их приобретают даже владельцы частных коллекций Германии, Франции и Китая. Возможно, что такое же будущее ждет и эти работы. А пока художникам вручили дипломы и подарки. Вообще, у Кокелевского пленера есть и другая миссия. Его организаторам носит весомый вклад в сохранение чувашской культуры. Глава республики отметил, что гости из других регионов помогают по-новому увидеть красоту родной земли. Михаил Игнатьев подчеркнул, что благодаря этому пленеру крепнет дружба между чувашими и украинцами, несмотря на сложную политическую ситуацию. Это удивительная, действительно, находка для нашей духовности, культуры, нашего времени. Потому что не будь вот этого пленера международного. К нам бы не приезжали. К нам приезжают из Полтавы, Харькова, Чугоева, из Киева. Нам приезжают из городов, преслежащих, из Мордовии, из Казах, Татарской республики, из Пашкортостана, из Ижевска. Приезжают от многих городов, и при этом не просто художники начинающие, художники уже имеющие народные звания. В селе Тарханы до сих пор проживают немало людей из рода Кокеля. Николай Пирожков, например, приходится художнику-внучатам-племянникам. А фамилия другая, потому что ее просто перевели на русский язык. Кугель, Кокель, Пирожок. Один из предков ушел на службу в армию Кокелем, и вернулся Пирожковым. Так решил родный писарь. Рисовать Николай Пирожков не научился, но в своем деле он бесспорно художник. Пишет картины жидким золотом. На пасеке в селе Тарханы начался медосбор. Пасека у Николая Пирожкова неподалеку от села, в лесу. В летний день дорога от дома до работы – одно удовольствие. Вот только на самой пасеке не прогуляешься. К встрече со здешними обитателями надо готовиться тщательно. Это самое большое в республике пчеловодческое хозяйство. Более 200 ульев. И в разгар медосбора работать приходится, не покладая рук. Выписывать из города помощников. Это чисто липовый мед. В наших краях очень много вековые липы, столетние липы. И вот они очень хорошо выделяют нектар. Это чисто мы сейчас будем качать липовый мед. Николай Пирожков – пасечник в седьмом поколении. Признанный авторитет в масштабах всей России. Много лет занимается разведением пчел. И знает про них все. Белая печатка – это значит, между печаткой воском и медом остается маленький промежуток воздуха. Белую печатку печатают среднерусские пчела. А кавказские пчела – мокрые печатки. То есть между крышечкой и медом воздуха не оставляют. Среднерусская пчела отлично работает на липе. А пчелу мы привозили из республики Башкортостан, из государственного заповедника Шульганташ. Конечно, сам туда два раза ездил и привез вот эту уникально хорошую, крепкую пчелу. Это сотовый мед. О, красота! Как бы странно это ни звучало, знающие люди поймут – работа пчеловода не мед. Одна рамка весит 5 килограммов. А за день нужно перебрать ни один, ни два улья. Только на распечатывание сотов уходит уйма времени. Хотя в последнее время появились специальные приспособления. Электрические ножи на аккумуляторных батареях. Есть электрические медогонки. Но и механические пока никто не отменял. Вот этот забор – это удивительный продукт. Его надо жевать. Это специальный воск. Пчелы печатают специальным воском, который лечит язву желудка, язву 19-перстной кишки. Кстати, мед у пирожковых не только липовый. Для повышения качества и полезных свойств своей продукции Николай Петрович засевает специальные пчелиные пастбище. И если люцерные доник лекарственные в наших краях хорошо известны, то фацелия рябинолистная, синяк и мордовник шаровидный на чувашских полях встретишь нечасто. Мы, например, про них вообще первый раз услышали. Но запах уже не забудем. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Увидеть, как поднимается асфальт, смогли жители дома номер 13 по проспекту Ленина. Удивленные прохожие прислали видео в нашу рубрику «Мобильный репортер». В 9 вечера 18 июля прямо из асфальта на поверхность стала сочиться вода. По данным Чебоксарского водоканала, из-за ветхости прорвало трубу с холодной водой. На 17 часов жители остались без воды. Если вы стали свидетелем экстраординарного события, уникального природного явления, ДТП, чрезвычайной ситуации или смешного странного случая, снимайте и отправляйте нам. Мы покажем это в эфире. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чувашии. Я Ольга Пырочкина. С вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин